СЕРДЦЕ БОГА В Писании сказано, что царь Давид был мужем по сердцу Бога. А кто из вас хочет, чтобы о вас говорили человек по сердцу Бога? Поднимется руки те, кто хочет, чтобы его так называли. Но дело в том, что для того, чтобы быть человеком по сердцу Бога, нужно знать, кто такой Бог. Нам нужно знать, что такое сердце Бога. Многие люди, особенно те, кто знали меня, когда я был военным, а я там прыгал с парашютом, стрелял и ходил в камуфляже, думают так, наверное, у этого парня в доме все очень сурово. Они думают, что все мои домашние ходят по струнке, что у меня все четко и все такое. Но попав ко мне домой, они видят абсолютно противоположную картину. Мой дом полон жизни. Там бегают дети, там много жизни и любви. Там все не так, как думают люди. А все потому, что люди привыкли к стандартам. Они слышат, как пастор проповедует Божье Слово и думают, что это и есть его сердце. Но это не так, даже если он говорит истину. Если кто-то страстен, это не есть его сердце. Если кто-то силен, это не его сердце. Единственный способ понять нашего Отца, это понять его сердце. А чтобы понять его сердце, мы должны проводить с ним время. И если мы не будем проводить с ним время, нам будет трудно узнать его, узнать его истинную природу. И сегодня мы как раз этим займемся. Сегодня мы разберемся с тем, кто же такой Бог, и узнаем, что такое сердце Бога. Потому что если вы знаете сердце Бога, вы знаете самого Бога. Так вы можете его лучше понять. Сегодня мы как раз этим займемся. Знать Бога значит знать и понимать его сердце. Мы должны не только исполнять Божьи заповеди, но и знать, зачем нам это делать. Многие люди читают Библию, чтобы узнать, что можно, а чего нельзя. Многие читают Библию, чтобы узнать, как избавиться от волчанки. Ведь так? Но мы должны читать Библию не ради этого. Мы должны читать ее, чтобы узнать, что такое сердце Бога. Аминь. Так мы поймем все заповеди. Когда мы поймем сердце Бога, то начнем правильно слышать Слово Божие. Мы найдем общий язык с другими, со своими супругами, с детьми, с законом, если начнем это делать. Ведь Бог — это неворчливый старикашка, выседающий на своем престоле и выжидающий, чтобы кто-то сплоховал, дабы его уничтожить. Вы знаете, что Бог совсем не такой. Но многие люди уверены, что Бог именно такой. Они думают, что Бог сидит на своем престоле, что у него длинная седая борода, что он сидит там такой и бормочет. «Так, ну что там у нас? А, опять кто-то сплоховал. Сейчас дам ему подзатыльника». Это не есть Бог. На самом деле он самый могущественный. И как нам доказать, что он могущественный? Он создал все. Он самый могущественный и любящий Отец, которого мы только можем себе представить. Он самый могущественный. Как-то Бог послал мне один сон. Это был божественный сон. Как узнать, что сон божественный? Сны часто бывают бредовыми. У многих из нас были бредовые сны. Ведь так? Сны бывают бредовыми. Например, когда вы съели слишком много спагетти с соусом перед сном, и вам снится что-то очень странное. Так вот, это просто бредовый сон. Иногда нам снятся демонические сны, когда наш враг пытается нам навредить. Это очень жуткие сны. Но вам могут присниться и божественные сны. Если вы заглянете в Библию, особенно в Новом Завете, Бог часто обращается к людям именно во сне. Именно во сне Бог им что-то являет или чему-то учит. В таких снах изливается Дух Божий. Обычно старикам снятся сны, а у молодых бывают видения. Недавно у моего сына Леви было видение. Мне же обычно снятся сны. Наверное, это означает, что я уже старик. Чем мы старее, тем чаще нам снятся сны. Так вот, мне иногда снятся божественные сны. Бог посылает мне просто изумительные божественные сны, которые полностью меняют меня. В том сне мне казалось, что он длится уже несколько дней. Я провел в этом божественном сне всю ночь. В нем я встречался с отцом. Я был у него. Я не видел его лица. Почему-то я не мог видеть его лица, но все остальное его тело видел. Он послал ко мне ангелов, и они проводили мне экскурсию по небесам. Это был сон, но все в нем было таким реальным. Таким же реальным, как я смотрю на вас сейчас. Я слышал все так же, как сейчас слышу вас. Когда я проснулся, я подумал, «Боже мой, мое тело немного обмякло, словно я ощутил Бога». Я проснулся и подумал, «Ничего себе!» Потом я немного прошелся по дому и снова лег. И только я лег, я снова погрузился в сон и оказался в том же месте, на котором я остановился, потому что отец хотел меня кое-чему научиться. Ангелы сновали вокруг меня и что-то мне показывали. Я буквально погрузился в Писание и в сердце Бога. Но одну вещь я точно не забуду никогда. Каждый раз, когда я видел грешника, рядом с ним был отец. И каждый раз, когда ангелы снова приводили меня к отцу, рядом с ним была какая-то преграда, из-за которой я не мог подойти к нему. Ангелы подводили меня к нему, но что-то уводило меня назад, и я не мог к нему подойти. Мне приходилось хвататься за него и держать его. Там ощущалась просто невероятная любовь, которая тянула и влекла к себе. Таков наш отец. Ибо сказано, никто не приходит к отцу, как только через сына, и никто не может прийти к сыну, если не привлечет его отец. Но как он влечет нас? Своей невероятной любовью. Божья любовь просто невероятна. Каждый раз, когда Бог привлекал меня к себе, мне хотелось его обнять. Я сразу вспоминал одно место из Писания, где Иисус сказал, «Видевший меня и видел Отца». И еще я вспомнил о том, что делал Иоанн во время Тайной вечери. Иоанн возложил свою голову на грудь Иисусу. Он был взрослым человеком. Представьте себе, что мы с вами пошли в ресторан, и тут я взял и положил голову к вам на грудь. И вы такие, «Ну и дела». Пастор, разве вы об этом проповедовали? Это противоречит Слову Божьему. Вы бы пришли в замешательство, но у Иисуса было столько любви. Он сказал, «Видевший меня, видел моего Отца». Почему вы думаете, к Нему бежали дети? Когда он проходил мимо, дети не убегали от Него. Он не казался им злым дядей. Он не шел, скрипя зубами от злости. Дети не бежали от Него. Дети бежали к Нему. И Он говорил, «Не останавливайте их. Пусть бегут. Я обниму их. Я благословлю их». И Иоанн возложил свою голову Иисусу на грудь, потому что хотел услышать, как бьется Его сердце. Он хотел лучше узнать Его. Он хотел узнать Его сердце. Павел как-то сказал, «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания». Но что это была за цель? Познание Бога, познание Его сердца. Чем ближе вы к Богу, тем лучше вы Его знаете. Наш Отец любит нас просто невероятной любовью. Я ощущал ее. Она дает нам великое преимущество. Вы знаете, что такое преимущество с точки зрения общества. В этом нет ничего плохого. Допустим, вы расставляете игроков для игры в футбол. Вы смотрите на их возможности. Того, кто хорошо ловит мяч, вы поставите на ворота. В нападающие вы возьмете одних, а в защитники — других. Очень важно правильно распределить роль, чтобы каждый делал то, что у него лучше получается. Если вы правильно распределите роли, то что будет у вашей команды? Преимущество. Чем более правильно вы все сделаете, тем больше преимущества будет у вас. Это не означает, что вы обязательно победите, но у вас будет преимущество. То же самое. Я могу сказать о нашей Синди семейной жизни. Когда люди видят нас вместе, они поражаются. Мы так сильно любим друг друга. Синди просто без ума от меня, и я от нее тоже. Люди спрашивают меня, «Вы любите своих детей?» А я отвечаю им, «Нет, я люблю свою жену, своих детей. Я просто обожаю. И это замечательно. Давайте скажем «Аминь». Я тоже люблю тебя, милая. Вы заставляете меня немного краснеть». Так, о чем же я с вами сейчас говорил? Да, о преимуществах. Сейчас я говорил вам о преимуществах семейной жизни. У нас, Синди, все хорошо. Я считаю, что дети должны слышать о преимуществах семейной жизни. Они должны видеть любовь между мужем и женой. Они должны видеть эту любовь. Это очень здоровое чувство. Мы никогда не стеснялись показывать при детях, как сильно мы любим друг друга. Как-то я спросил своих мальчиков, «Что впечатляет вас в жизни больше всего на свете?» И мои сыновья Леви и Исайя, схлипывая от радости, ответили мне, «Ваша с мамой любовь». Вы не представляете, что ощущает ваш ребенок, если вы любите своего супруга или свою супругу. Если бы мы это лучше понимали, мы бы меньше ссорились. Если бы мы это лучше понимали, мы бы любили тех, с кем мы заключили завет. Такие отношения всегда дают нам преимущество. За всю свою жизнь я никогда не видел, чтобы мои, мама с папой, друг с другом ссорились. Я никогда не видел, чтобы они кричали. Я никогда не видел, чтобы они не соглашались друг с другом. Были ли у них разногласия? Думаю, что да. Но знаете что? Они не выказывали их перед нами. Они всегда разрешали все возникавшие у них разногласия не перед нами. И что самое интересное, у Синди были такие же мамы и папы. И этот факт дал нам Синди преимущество, потому что наши с ней родители оставили нам наследие любви друг для друга. Вы скажете, это замечательно? Но мои мамы и папы этого не понимали. Мне было очень трудно. Это было совсем нехорошо. Они решили, что раз они начали свой забег по жизни с позиции старт, то я тоже должен начать свой забег оттуда. Но они все же помогли мне. Они взяли швабру и расчистили мне путь. И когда мне пришло время отправиться за своим предназначением вместе с моей женой, знаете, что было передо мной? Уже вспаханное поле. Это все меняет. Все меняет. Зачем я рассказал вам эту историю? Потому что я должен сказать вам, что Джим, мой отец, был самым невероятным отцом на планете Земля. Давайте же громче поаплодируем Богу. Все, кто знал его. Вот Конни, например. Мой отец был самым любящим, добрым и нежным отцом. Да? Ты же знал о моего отца? Он всегда думал о других. Он никогда не думал о себе. Я никогда не задавал себе вопроса, а любит ли меня мой отец? Я знал, что он любил меня. Мне не хочется вернуться назад и сказать ему, ты все делал не так. На самом деле, он все делал именно так, как надо. А зачем я вам все это рассказываю? Потому что благодаря этому я понял, что у меня есть преимущество. У меня было преимущество узнать, кто такой наш отец, потому что мой земной отец был просто прекрасным человеком. Мой земной отец был просто удивительным человеком. Благодаря ему я понял, что значит любящий небесный отец. Ведь в Библии сказано, что хоть мы и любим своих детей, поправляем их и делаем для них праведные вещи, нас едва ли можно сравнить с нашим небесным отцом. А вот как добр наш Бог, а вот как изумителен наш отец, что даже лучшие отцы здесь, на земле, не могут с ним сравниться. Послушайте, наш Бог — это очень хороший Бог. Он великий, могущественный отец, и он любит нас. Это не сердитый старикашка, сидящий где-то на небесах. Он не хочет всех нас погубить. Это не наш Бог. Наш Бог хочет совсем другого. Мы все хотим увидеть сердце Бога. Вы готовы его увидеть? Хотите ли вы, чтобы вас считали человеком-сердцем Бога? Готовы ли вы увидеть сердце Бога? Расскажу вам, что такое сердце Бога. Оно влияет на все, что мы делаем в своей жизни. Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если вы хотите узнать сердце Бога, то вот оно. Бог создал нас всех. Он создал не только нас с вами, Он создал всех. И у Него и в мыслях нет кого-то погубить. Заметьте, в Библии сказано не так. Бог так любил христиан, что послал к ним своего единственного сына. Там сказано, Бог так любил мир, что послал миру своего единственного сына. Его сердцу важно, чтобы все мы спаслись, чтобы его сын не просто так взошел на крест. Его сыны распялись за наши грехи. Если бы его не распяли, люди бы так и остались с заблудшими овцами и отделились бы от Бога. А он желает, чтобы каждый на земле его знал. Пусть каждый узнает Бога. Именно Бог руководит нами. Послушайте, вот как поступает Бог, когда кто-то спасается. Бог говорит, «Мне нужно твое сердце». Ты пожил для мира, теперь подари свое сердце мне. Когда мы отдаем сердце Богу, Бог, в свою очередь, отдает нам свое сердце, потому что его сердце руководит всем, что происходит тут на земле. А еще он хочет, чтобы каждый человек спасся. Поэтому он говорит нам, «Подарите мне свое сердце». А я, в свою очередь, подарю свое сердце вам и свое послание. И вы станете нести меня всему миру. Но если вы что-то сделаете не так, это сокрушит меня. Послушайте, если вы отдаете кому-то свое сердце, то обратной дороги уже нет. Мне кажется, сегодня мы забываем об этом в браке. Если вы отдаете кому-то свое сердце, то назад пути уже нет. У вас уже нет пути назад. Если вы отдаете кому-то свое сердце, то вы можете разбить его, либо вы можете питать его. Наш Отец подарил нам свое сердце, потому что единственный способ достучаться до других людей — это просто прийти и достучаться до них. Наш Бог мог бы подойти к ангелам и сказать, «Ангелы, идите и попытайтесь достучаться до всех людей. Несите людям благую весть, пошлите им луч света, расскажите им обо мне». Но он так не сделал. Он сказал, «Мне нужны рожденные свыше. Они будут представлять меня на земле. Люди должны увидеть, кто я такой на самом деле. Они должны это увидеть, ибо они — мои сыновья и дочери. Мы должны это видеть. Мы должны перестать думать только о себе, а осознать, что мы представляем, нашего Отца на земле, что Иисус Христос — это Сын Божий. Мы должны смотреть на других людей и говорить им, «Если ты видел и понимал меня, то ты видел и понимал нашего Отца». Но ничего себе! Наверняка многие из вас готовы уже это сделать, а может быть и нет. Но вот каков наш Бог! Вот каков Он! Послушайте, Бог не желает никого погубить. В книге Иезекииля сказано вот что. «И ты, Сын Человеческий, скажи дому Израилеву». Давайте я расскажу вам, в каком контексте были сказаны эти слова. Так вот, на городской стене стоит сторож, и вот на город надвигается беда. И Бог говорит ему, «Ты мой страж, и если будешь знать, что кому-то грозит беда, и не возвестишь об этом, и этого человека убьют, то его кровь останется на твоих руках. Тебе нужно что-то сказать. Если ты увидишь людей, которых я осуждаю, потому что Мое Слово тоже осуждает людей, то ты должен им что-то сказать. Если ты им ничего не скажешь, если ты не предостережешь их, если ты не покажешь им, как выпутаться из такого состояния, это приведет их к погибели. Конечно, это заденет меня, но их кровь останется на твоих руках, ибо ты не сделал того, о чем я тебя просил. Вот в каком контексте были сказаны эти слова. Итак, «Ты, Сын Человеческий, скажи Дому Израилю, вы говорите так». Здесь имеется в виду народ израильский. «Преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них. Как же можем мы жить?» То есть эти люди понимали, что они заблудшие овцы, понимали, что они сплоховали. Пастор Пит, помните, мы недавно сидели в кофейне, а рядом с нами сидел другой парень. Он увидел, что я священник, и спросил меня о церкви и Боге. И вот он встал и заявил, «Вот, допустим, я сделал что-то плохое. Что вы будете делать? Вы будете меня спасать?» И тогда я ответил ему, «Я не знаю, что ты сотворил, но ты-то знаешь». Я сказал, «Я здесь, чтобы помочь тебе выбраться из этой ямы». Я сказал, «Это Бог посадил меня рядом с тобой, или посадил тебя рядом с нами. Ты сел рядом с нами не случайно. Я скажу тебе, что выход есть, и это Иисус. Не нужно ничего придумывать. Все уже придумано за вас». Единственный верный ответ — это Иисус. Единственный ответ — это любовь Отца. Единственный ответ — это покаяться и повернуться к Богу. Бог говорит стражу, «Скажи им, говори им». Вот что мы должны сказать людям. «Живу я», — говорит Господь Бог. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». «Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Сердце Бога хочет, чтобы люди жили. Сердце Бога не желает, чтобы они умирали. Мне кажется, мы иногда путаемся в этом. Бог никогда не просил нас передавать другим людям, что они попадут в ад. У нас такое же призвание, как у Иисуса. Он сказал, «Я пришел не обличать мир, а спасать его». Пришел, чтобы спасти людей от осуждения. Дух Святой пришел к нам, чтобы спасти мир от греха и осуждения. Он пришел не осуждать их, а повернуть их к праведности. Что такое праведность? Это то, что сделал Иисус, взойдя на крест. Как нам стать праведниками? Праведники живут по вере, благодаря тому, что сделал Иисус. Они поверили, что нас простили благодаря жертве Иисуса на кресте и очистились его кровью. Бог никогда не желает нас погубить. В Исходе сказаны просто замечательные слова. Там речь идет о Моисее. Он уже встретился с неопалимой купиной. Эта встреча оказала на него огромное впечатление. Представьте, что у вас была встреча с горящим кустом. Возможно, вы уже видели горящие кусты, но вряд ли через них к вам обращался Бог. У Моисея была просто невероятная встреча. Он ощутил Божью силу. Эта встреча впечатляет нас даже сегодня. Я имею в виду чудеса, которые совершает Бог. Представьте себе, Моисей сидел в своем шатре поздно вечером, и тут он ощутил Божью силу. Бог обратился к нему лично. Моисей, как и я в своем сне, не видел его лица. Бог явился ему в виде облака. Но Бог смотрел на Моисея, а Моисей смотрел на это облако. В нем ощущалось Божие присутствие. Но, несмотря на все это, Моисею до сих пор чего-то не хватало в жизни. Ему чего-то не хватало. Он сказал, «Я никуда не пойду, пока не узнаю тебя по-настоящему». Знаете, что я думаю? Общение с Богом, слушание Бога, ощущение Божьего присутствия недостаточно, чтобы узнать Бога по-настоящему. И знаете, что произойдет сегодня? Сегодня вы узнаете Бога по-настоящему. Как вам узнать, что вы знаете Бога? Он откроет вам глаза. Ведь в Библии сказано, «Кто имеет глаза видеть, да, увидит. Кто имеет уши слышать, да, услышит». Я молюсь о том, чтобы вы смогли все увидеть и услышать. Ведь можно прочесть Библию целиком и ничего не увидеть. «Именно это произошло, когда Петр получил откровение о том, кто такой Иисус». Иисус сказал ему, «Не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой, существующий на небесах». То есть я хочу вам сказать, что я не могу открыть вам это. То, что я говорю, может уйти в никуда, если я буду только говорить. Вы должны сами обрести Духа Святого, который ощущается в этом зале. Пусть Он войдет в вас, но сможете ли вы сами понять, кто такой Бог? Поэтому мы сейчас и прочтем, кто Он такой. Вы прекрасно знаете эту историю. Бог сказал Моисею вытесать каменные скрижели. Вы знаете, что означает, что Бог человеколюбивый? Человеколюбивые люди не пройдут мимо побитого человека, лежащего на дороге. «Итак, пришел Господь, пред лицом его, и провозгласил Господь, Господь Бог человеколюбивый». Это не просто жалость. Жалость — это сказать, «Мне очень жаль тебя, парень». Человеколюбивые люди что-то делают. Бог не просто посмотрел на то, что происходит в мире и сказал, «Ах, как же это плохо!» Он понял, что нужно что-то делать. Поэтому Он послал к нам своего сына. Он решил вывести нас из зоны комфорта. Он хотел, чтобы мы начали думать и о других. Вот это и есть человеколюбие. Не вы находите Бога. Он находит вас. «Я люблю Бога, но Бог возлюбил вас еще до того, как вы возлюбили Его». Бога называют человеколюбивым и милосердным. Он так милосерден. Послушайте, кто здесь заслуживает смерти? Я имею в виду, кто из нас заслуживает смерти? Да все мы. Перед Богом все мы грешники. Все мы заслуживаем смерти. Нам всем не хватает Божьей славы. Но у Бога есть милосердие. Он милосерден. Он милосерден и долготерпелив. Послушайте, если бы Бог был злобным старикашкой, все мы были бы мертвы. Это не значит, что он не может разозлиться, но он долготерпелив. Он многомилостивый и истинный. Он многомилостивый. Мы думаем, что Бог добр к нам, потому что мы делаем праведные вещи. У каждого обещания есть свое «если». Если ты сделаешь это, ты получишь то «Бог нам очень многое обещал». Но вы должны понять, что Бог добр не только к христианам. Он добр ко всем. Да. Он добр абсолютно ко всем. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok